Сегодняшняя тема, я готовлюсь сейчас, у меня не было времени готовиться раньше, мой день посвящен, днем я посвящаю время приготовлению темы. Я когда прочитал тему, я испугался, в ней ничего не было особо привлекательного. Мы приблизительно посмотрели этот отрывок, но чем больше я читал, тем больше я понимал глубину значения. Вот он их отправил, положил серебро, потом сейчас он их садит по возрасту, оно как-то немножко утомляет. И вот можно понимать, что Библия – это очень серьезная книга, и она слишком маленькая по размеру, для того, чтобы вместить все божественное откровение. И когда Библия описывает какие-то подробности, мы можем чисто теоретически понимать, что они имеют какое-то значение, важно только их понять. И вот, скажем, основная суть вот таких, будем говорить, нестандартного подхода Иосифа к примирению со своими братьями обусловлена сложной проблемой, очень сложной проблемой и сложной задачей. Задача Иосифа – это восстановить семью. Вот, по сути дела, вот, жены сказали Якову, что у нас спасение только Египет. Но это правильное было выражение. Вот, спасение не только от голода, потому что сам по себе и голод Господь, так сказать, запланировал. Вот, а здесь комплекс вопросов. Прежде всего, если вы вспомните вступительную нашу тему, мы говорили о том, что семья была разрушена. А моральностью, вы помните, Рувим переспал с Валой, Иуда отошел, женился на язычнице, потом сблудился со своей невесткой. Вот, у Якова был удар за ударом, была изнасилована Дина, его дочь, умирает любимая жена, вот, Рахиль. И в целом, ну, и в заключение, как бы, скажем, вот, братья восстают против Иосифа, то есть рушится вся семья. А эта семья, эти братья, 12 братьев, они должны были стать родоначальниками израильского народа. То есть они должны, Бог из них должен создать народ. Вот, естественно, они должны бояться Бога, стоять за заповедью Господа. Вот, и эту семью нужно было привести к возрождению, к изменению. Отношения нужно было восстановить. Большая проблема была в самом Иакове. Вот, мы сегодня будем об этом говорить. Вот, обратите внимание, когда он прощался, кого он поцеловал? Одного Вениамина. Вот, мы уже об этом вот говорили. То есть, это было полностью непригодное для тех задач. Главная задача – это народ. Израильский народ. Его нужно было умножить, и они должны были знать Бога, принять веру, и должны были быть богоизбранным народом. И вот из этого, можно сказать, сброда, вот, они себя представляют, даже вот здесь по фильму, они как бы, вот, помыться им надо там. Вот, Бог должен был сделать народ. И вот, вот это был главный план. Голод – это был частью плана. И вот для осуществления этого плана Бог избрал Иосифа, который является прообразом Христа. Христа, который стал искупителем мира. Вот, как мы говорим, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть, вот, Иосиф был прообразом Христа, который любил своих братьев, и, по сути дела, он нес, перенес все эти страдания именно для спасения своих братьев. И вот сейчас, вот, как бы, скажем, вот, прошедшая тема, и вот эта тема, еще вот последняя, это, скажем, вот, самые пиковые такие темы, самые ответственные, самые глубокие, когда должно произвести покаяние этих братьев. То есть, здесь не просто вот они пришли, и сейчас он им скажет, вы знаете, не бойтесь, все будет хорошо, голод нам не страшен. Они же остаются в своей старой натуре, значит, Иаков тоже остается в своей натуре. То есть, если не удалить причины, которые породили все это зло, то их, скажем, ветхий человек будет продолжать генерировать это зло. И вот здесь от Иосифа, поскольку он прошел очень большую школу, вот, личного освящения, страдания, вот, и получил большую власть, управление, вот, Иосиф трудится над душами братьев, чтобы привести их к возрождению, к покаянию, к освящению. И вот только на этом основании открыться им, чтобы было восстановлено их духовное и кровное родство. Вот почему происходит вот столько не совсем понятных таких вот действий Иосифа. Серебро подбросили, потом чашу оставили, Симеона, вот, теперь он потребует, чтобы Вениамин остался вот в этой части. Это объясняется сложностью задачи. Вот он имеет проблему, значит, вот с братьями, которые ему родные, которые ему близкие. Вот, но это неотесанные, грубые люди. Вот, и самое главное, они несут на своей совести большой грех. Вот, они продали брата, они обманывают отца. Да, вот, и между ими отцом существует тайна, в их понятии Иосифа нет. Теперь Вениамин тоже не посвящен в эту тайну один из братьев. Но тут еще есть живой Иосиф, который все это видит. И всякий раз, когда они встречаются, они делают вид, что они невинные овечки. Мы несоглядатые, мы, как бы, хорошие, мы честные. Но на самом деле мы просто не совсем понимаем. На самом деле, вот, перед любым людским судом это были преступники. Вот, это были, как бы, скажем, вот, ну, хуже греха, как продать братьев. И 20 лет издеваться над отцом, то есть, вот, жить в этом обмане, то есть, не было никакой перспективы к исправлению этих вещей. Мы имеем подобные задачи. Во-первых, мы сами такие. Во-вторых, мы, рождаются у нас дети, которые грешники, которые идут путем этих братьев. Мы живем у некоторых супруги такие. И вот здесь Господь открывает принципы восстановления грешника. То есть, это довольно серьезная, глубокая тема. Я жалею, что молодежь сегодня отсутствует. Может быть, мы сделаем еще вечер каких-то вопросов и ответов, и это осветим. То есть, сегодня это событие, вот, как бы, не очень интересное, но в них каждая отдельная деталь имеет большое глубокое значение. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять, купите нам немного пищи. И сказал Иуда, тот человек решительно объявил нам, сказал, не являйтесь ко мне, если брата вашего не будет с вами. Я напомню, на чем закончилась история. Значит, Симеон остался заложником. Вот, они пришли и говорят, что этот начальник сказал, значит, оставил Симеона, значит, заложником и сказал, что приведите мне меньшего брата, вот, и тогда я вам отпущу Симеона. Иаков категорически заявил, что я вам не отдам, я потерял Иосифа, и я, как бы, скажем, вам не отдам Вениамина. А когда, значит, когда Иосиф их отпускал, его этот раб, слуга, спрашивает, вернутся ли они? А Иосиф отвечает, они долго не продержатся, то есть, у них не хватит хлеба, потому что 7 лет будет. Приблизительно, вот сейчас событие, это уже 2 года голода. Иосиф говорит, они вынуждены будут прийти. Теперь что приходит? Значит, Иаков заявил, что он не отдаст, не отпустит Вениамина, и фактически он предал Симеона. Симеон, получается, если бы был хлеб у них, больше бы в Египет они не пошли, потому что там начальник ожидает Симеона, а Иаков не отпускает. И вот снова, смотрите, голод усилился, и Иаков принимает решение, что нужно идти и купить. Но Иуда ему говорит, тот человек решительно объявил нам, не являйтесь ко мне, если брата вашего не будет с вами. Без самоотречения Иакова восстановление его семьи невозможно. Вот очень хорошо, кстати, в фильме показано, немножко придумано, значит, они говорят, жены ему говорят, что исчезнет рот Авраама, потому что голод, и неужели ты хочешь смотреть за нашей смертью. Это действительно было так, был жестокий голод и как бы смерть. Что теперь получается? Но Иаков стоит на своем, он не хочет отпустить Вениамина. Симеон находится в заложниках в Египте, до того времени, пока братья не приведут Вениамина к Иосифу. Иаков не соглашается отпустить Вениамина, и таким образом он фактически предает Симеона. До тех пор, пока Иаков и братья не найдут способ освобождения Симеона, Бог не может вести их к покаянию и освящению. Но Иаков по доброй воле не в состоянии рисковать Вениамином ради освобождения Симеона. Здесь вопрос, глубина вопроса заключается в несправедливом отношении Иакова к Симеону самому. То есть он настолько дорожит Вениамином, что готов, как бы скажем, забыть о Симеоне. Кстати, вот стих брат Валерий рассказывал, когда этот человек там на берегу услышал, что верующие в Бога спасите, и человек не мог вот как бы этому зову противостать. Иаков противостоит зову. Это его родной сын, и по сути дела, будем говорить, ну, ничто не угрожает Вениамину, то есть как бы нет никакой угрозы, но у Иакова есть определенное чувство. Он потерял Рахиль, он потерял Иосифа, и он внутри, у него интуиция говорит, что он потеряет Вениамина. Поэтому здесь упорно Вениамина не отпускает. Но, смотрите, как сложились ситуации. Все, все остановилось, буквально им грозит смерть. Пока они не найдут способ освобождения Симеона. Все упирается в Симеоне. Почему? Потому что Яков его предал. Вот здесь на образе Симеона как раз получается его и лицемерная, и лицеприятная любовь, вот, и проблема его семьи. Вот в том, что он имеет идолов, он им поклоняется, и они ему дороже живых членов семьи. При таком положении вещей дети не могут быть объединены, семья не может быть восстановлена. И вот Иосиф тоже является как бы частью инструмента, вот, инструментария в Божьем плане восстановления семьи. Вот как синхронно действует Иосиф. Он, конечно, по-своему тоже вот планирует. Вот он оставил Симеона, он попросил Вениамина. На самом деле это совпадает вот с Божьими планами. И все упирается сейчас вот к Якова, который не хочет, так сказать, потерять Вениамина. Израиль сказал, ну, вы знаете, что Яков, Господь дал его имя Израиль, почему и евреи называются израильтянами. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло? Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, если у вас брат. Мы и рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего. Но Иуда сказал Израилю, отпусти отрока со мною, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Чувствуете перелом в Иуде? Тот Иуда, который предлагал, вынес предложение продать Иосифа, и он, кстати, выступает, всегда, как бы скажем, Рувим выступал защитником, они схлестывали с Иудой. И этот Иуда сейчас фактически полагает свою жизнь за Симеона. То есть в них пробуждается совесть, работает дух святой, пробуждается дух братства. И вот он сейчас делает такое сильное заявление, он говорит, что на мне будет это проклятие. То есть я отвечаю, я буду виновен. Должен был быть сильный какой-то аргумент, который бы убедил Иакова. Вот там показано в фильме не совсем правильно, там показано, как она обычно в нашей жизни бывает. Жены все ставят на свои места. Тут был разговор серьезнее, и неверующий режиссер не улавливает вот этой библейской, скажем, глубины. То есть здесь происходят духовные изменения в среде братьев. Они начинают ценить друг друга в то время, когда Иаков демонстрирует совсем другое. Он ослеплен любовью к Вениамину, он практически всех их считает второстепенными, он даже больше говорит потом, я останусь воздетным, то есть как бы он и не считает их сыновей. Они его продолжают уважать и почитать, как это было в то время, но на самом деле духовной основы семьи нет. И отец, вот увлеченный своими идолами, отец не ценит их. И тут Бог работает и с Иаковым, и Бог работает отдельно с братьями. И вот Иаков должен решиться отдать Вениамина. Это его последняя точка опоры. Отдать Вениамина, просто его отдать. Отдать на милость Богу и довериться. Страх голодной смерти всей семьи побуждает Иуду взять на себя личную ответственность за Симеона. По сути дела, голос Иуды, он был решающий в этой духовной борьбе. Любое дело приобретает гарантию успеха в том случае, если кто-то берет на себя ответственность от начала и до конца. Вот это очень хорошо видно на нашем лагере. Если нет одного человека, который берет на себя ответственность и, естественно, продумывает, отвечает от начала и до конца, тогда все, много начальников, много людей, вот никто ничего не поймет, и нет никакого гарантии это дело. Кто-то один должен взять на себя от начала до конца. Вот здесь нам открывается обычный вот такой вот принцип ответственности. Принцип деструктизма, то есть разрушения. Критиковать, подавать идеи, но не принимать на себя никакой практической ответственности. Вот всегда, когда мы видим какие-то недостатки, всегда люди высказывают, говорят. Я обычно прошу, напишите. Вот напишите, бросите там ящик пастору или там передайте записку, потому что я забуду. И люди этого не делают. Вот у них много идей, они это готовы, но они не делают. А хочет покритиковать вот и прочее. Это деструктизм. То есть человек не прилагает, на самом деле, человек просто выпускает пар. Но он не хочет приложить, скажем, потратить пять минут, написать записку, пункт один, пункт два, пункт три, то есть что он предлагает. Или эти вещи, о которых он говорит, просто безрассудны. Просто критика, за которой нет ничего конструктивного. Либо просто это лень. Вот здесь подчеркивается, Иуда не критикует, не говорит. Можно было бы говорить, Яков, ты что себе думаешь? Мы все погибнем, и прочее. Здесь нужен был аргумент. Я отвечаю, я исправлю, я сделаю, я буду виновен пред тобой. Признак созидания. Принимать на себя ответственность за решение проблем и решать их всеми возможными способами. То есть Иуда взял на себя эту ответственность, и фактически она решилась. Вот это такой момент. Конечно, мы должны говорить о недостатках друг друга, но есть натуры, которые только говорят. Только говорят, только критикуют. И как я уже говорил, вот здесь нужно понимать, что это действие духа. Это, во-первых, действие плоти, действие нечистого духа, которое приводит к деструктизму. Здесь нужно настраивать себя на дух созидания, проявлять усилия, брать на себя ответственности в том масштабе, который мы можем. Отец сказал им, если так, то есть, если Иуда берет на себя ответственность, то возьмите с собой плодов земли сей, отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, несколько меду, стераксы, эладану, фисташков и миндальных орехов. Вот здесь плохо показано. Вот показывают какой-то маленький мешочек и говорит серебро. То есть у них был большой караван, они везли там, так сказать, много этого запаса. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр, и брата вашего возьмите, и пойдите к человеку тому. Вы посмотрите, что происходит с этим серебром. Нам уже как бы надоело об этом перечислять, говорить. Там положили, там с мешка вытащили, там испугались, здесь принесли, испугались. Теперь несите назад фильмы, мы смотрим, они пришли, опять вот это серебро болтается, и мы никак не можем понять, что же оно означает. А если Бог на это обращает серьезное внимание, оно что-то серьезное означает. Отправляя сыновей в дорогу, Яков поручает им вернуть серебро, которым они расплатились за зерно, но непонятно, как оно им вернулось назад. Здесь просто подчеркивается честность Якова. Право собственности возникает у человека тогда, когда он приобрел вещь законным способом. Купил, заработал. Есть незаконный способ. Человек нашел утерянные вещи, или по ошибке ему передали, или забыли люди. Так вот, все вещи, которые приобретены незаконным способом, должны передаваться хозяевам со всей старательностью. В христианстве это обычно песенники, книги. Вот была группа, там кто-то оставил песенник, или хорошую книгу оставил. И человек знает, что она не его. Она не подписана. Ну, осталась и осталась. А если еще вещь какая-то хорошая, как бы он ее не украл, но она как бы осталась. Вот здесь подчеркивается честность Якова. Одна из характеристик его, которая необходима для христианина. Но вопрос несколько в другом. Сыновья Якова когда-то продали Иосифа за 20 монет серебра. Возвращая им серебро за зерно, Иосиф напоминает им и их преступлений. Поступая честно, Иаков, как инструмент Бога, также направляет сыновей к покаянию и спасению. Вот он совершенно не понимает Иаков. Я думаю, что даже и Иосиф мог неосознанно это сделать. Просто по руководству Духа Святого. Но они должны почувствовать тяжесть серебра. Потому что главный вопрос – это их внутренний грех. Они живут постоянно под давлением греха. В прошлый раз мы с вами читали, что они говорили за грехи наши. Рувим им говорит. Они начинают, хватит об этом говорить. То есть у них это все в памяти. И когда они вскрыли этот мешок и увидели серебро, то они испугались, значит, давай быстрее. То есть серебро держит их. Но они никак не могут найти этот мозг своему греху. Они никак не могут понять логику развивающихся событий. Но они сильно встревожены. И вот здесь Иосиф, как попечитель, как духовный работник, он ведет эту постепенную работу. Я как бы понимаю, что Дух Святой помогает ему решать проблемы восстановления семьи. Но и в данном случае Иаков своей честностью направляет сыновей тоже по тому пути, как вот синхронно действуют Иосиф и отец. Хотя в то же время Иосиф налагает на отца сильную тяжесть. Он должен отдать Вениамина. Но вопрос же не только в том, что Иосифу хочется просто увидеть брат. Вопрос, конечно же, только не в этом. А самый главный вопрос – это то, что до тех пор, пока Иаков не отдаст последнего идола, в его семье не начнет происходить процесс восстановления. Рахим – мертвый идол Иакова. Иаков раздирается между ответственностью за всю свою семью и своей особой любовью к умершей Рахиле. То есть его привязанность к Иосифу и Вениамину объясняется только одним. Это была его любимая жена, это была память, это была память, и поэтому он любит этих детей и считает их главными в своей жизни. По сути дела, Рахиль умерла, но он поклоняется этому мертвому идолу. Стоимость окружающих нас ценностей определяется стандартами Бога. Что я этим хочу сказать? Вокруг нас есть определенные ценности. Друзья, братья и сестры, муж, жена, папа, мама, дедушка, бабушка, дети, внуки и так далее. И вот у Бога есть определенная шкала. Ну, например, мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот не сказано ни о чем, где муж должен, отец, отдавать свою жизнь. Не подчеркнуто. Ясно, что он должен отдавать. Но вот в отношении жены прямо сказано. То есть есть определенный стандарт. Есть определенный стандарт почитать родителей и так далее. То есть вот у Бога есть ценности, шкала ценностей. Вот, скажем, когда раньше, например, валюта или деньги были обеспечены золотом, то, скажем, вот банк, выпуская, допустим, там рубль или гривну, он ложил, он ее ценил в определенное количество золота. И можно было условно обменять бумажку на золото. Так вот, Господь создает шкалу ценностей наших, которыми мы живем. И мы не имеем права менять эти ценности. Это нарушение божественного порядка вещей. Извращение этих стандартов по своим меркам есть бунт против Бога и идолопоклонство. Я не буду любить жену, потому что она мне не слушается. Вот этот послушный сын, я буду его любить. А этот блудный сын, я его глаза не хочу видеть. Нет, мы не имеем права так поступать. Есть ценности, потому что Бог создал человека. Бог создал законы морали. Бог создал структуру определенной нашей жизни. Бабушка, дедушка. И каждая ценность, она имеет определенный свой вес. Она имеет свою определенную стоимость. И вот Иаков нарушил этот стандарт. Он решил сам, кого он будет любить. От любимой жены он будет любить больше. От нелюбимой жены он их вообще не будет. Этот будет правителем, этот будет наследником. То есть Иаков находится в большом грехе. Вот нарушение божественного порядка вещей. И извращение этих стандартов по своим меркам, по своему понятию. Есть, во-первых, бунт против Бога. И есть еще идолопоклонство. То есть, когда мы продаем стоимость или цену чему-то выше, чем это определил Бог, по какими мотивами мы движемся. Когда Господь говорит, это пустое дело. А человек подает ему важное значение. То есть, человек сильно это любит. Он это сильно хочет. Он делает из этого предмета идола. А вот Бог правильно все расставил в своих местах. Иаков запутался со своими женами, со своей жизнью. Он запутался. И в целом, можно сказать, этот обман тянулся родовым грехом еще. Вот Исаака, когда Исаак тоже любил себе, Ревека любила себе. Вот это у него был родовой грех. Вот. Я думаю, что мы тоже как бы никогда не задумывались даже вот об этих вопросах, что есть стандарт божественных ценностей. И нас никто не спрашивает, что мы любим или что мы не любим. Женился? Люби. Имеешь папу и маму? Почитай. Можешь это не делать. Как не делал Иаков? Тогда тебе ждет такая судьба. Для того, чтобы Иаков обрел Иосифа, и Симеона, и всех остальных сыновей, он должен отдать Вениамина. То есть, он должен отказаться от Вениамина, как от идола. Он должен поставить Вениамина так, как всех сыновей. Вот здесь он прощается. Представьте себе этих братьев, когда он целует Вениамина, так, режиссер, отображает это. А всех остальных он просто так отправляет. Ну и не надо было долго объяснять, когда он говорил, я этого не отпущу, вы все идите. Симеон пусть там умирает, вы все идите, он 10 человек отправляет. А этого я не отдам, потому что это сын моей старости. Так вот, до тех пор, пока он, ну Иосифа уже как бы нету, у него остался последний идол. Но на самом деле, речь идет о том, чтобы вернуться, он обрел Иосифа, обрел Симеона, и всех сыновей, чтобы они стали ему родные. Он должен отдать своего последнего идола. И восстановить в своей семье отношение любви, соответствующее правилам божественного стандарта. Вот Писание говорит, если живете по духу, жить будете. А если живете по плоти, то умрете. А если духом, не шляйте дела плоские, то живы будете. То есть по плоти, вот этот сын, меня слушается, вот он хороший. Жена, значит, или муж, вот тогда хорош. А здесь я не люблю. То есть мы, вот нам угождают, мы любим. Нам не угождают, мы не любим. И вот это происходит разрушение семьи, потому что есть Божьи законы. Божьи законы нравственности, Божьи законы морали, которые, как бы, никто нам не позволил редактировать. Можно их извращать. Тогда вот будет то, что произошло в семье Иакова. И вот здесь медленно происходит процесс. И когда Иосиф сказал, приведите мне Вениамина, Иосиф действует по водительству Святого Духа, потому что Иакова нужно вытащить вот из этого заблуждения. Он должен, и вот когда он отпустил Вениамина, он умер для себя. Это был для него конец. Он не мог, но он сдался. И, как бы, скажем, события, теперь уже этими событиями управляет Бог. Божий всемогущий, Он отправляет, Иакова отправляет своих детей в путь и говорит им, молится, благословляет. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того. А теперь обратите внимание дальше. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. И взяли те люди дыреть, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина. Ему понятно, что 10 братьев, вернее, 9 человек он их отпустил. Я понимаю так, 9 человек. Значит, один Иосиф был, один, значит, Вениамин был дома, и он задержал Семёна, 9 человек отпустил без всяких проблем. То есть речь идёт вот о чём. Вполне возможно, он потеряет Вениамина, потому что этот начальник жаждет заполучить Вениамина. И он так и говорит, если уже мне быть бездетным, то пусть буду бездетным. Вокруг него стоит 10 сыновей, а он считает, если отпускает одного меня Вениамина, то он вдруг станет бездетным. И взяли они дыры, и серебра вдвое в руки свои, и Вениамина, и пошли. Иаков принял решение отпустить Вениамина. Агония ветхого человека Иакова. Вот это особый момент. Иаков принял решение отпустить Вениамина. Он совершает молитву благословения сыновей на посылаемое дело. Но при этом он продолжает держаться за свои вымышленные идолы. Вокруг Иакова кровью Вениамина стоит 10 сыновей. А он говорит, если уж мне быть бездетным, то пусть буду бездетным. То есть, если я потеряю Вениамина, а я 10, разве это не твои сыновья? Идолы затмили разуме Иакова. Он не видит реальной жизни, то есть своих сыновей. Более того, он теряет веру в обещание Бога произвести от его рода благоизбранную нацию. Ведь Господь же сказал, что от Авраама, Исаака, Иакова, от тебя я произведу народ, большой народ. Все, у него уже больше, он уже вышел возрастом, он уже имел, имеет сыновей. Бог сказал, что именно эти сыновья будут его сыновьями и будут начальниками колен Израилева. Вот что делает, когда человек хватается заидованием. С одной стороны, знаете как, ну это же не грех про любодеяние. Это не воровство, это не убийство, это даже не отступничество. Он строит жертвы, он молится Богу. Но как часто мы напоминаем, мы видим эти такие картины в христианстве. Я вот больше вас видел. Человек может быть служителем самого высокого ранга. В семье разрушение полное. Тот повесился, тот неверующий, тот пьяный, вот и так далее, тот пьяница. И в нашей среде мы это видим, когда полностью разрушение семьи. В чем вопрос? Конечно, прежде всего, самый главный вопрос, это вопрос в отце и в матери. И в первую очередь в отце. И вот мы здесь видим, вот такие вот вещи, вот на самом деле, они производили разрушение в семье Иакова. И вот он ничего не видит. Вот он, все, как тут хорошо показано, мы же, говорит, все умрем. Что же ты себе думаешь? И вот неизвестно сколько. Допустим, им хватило на полгода этого зерна. На полгода он гнал эту мысль, что он не отпустит Вениамин. И все понимали, что один выход из положения, это только идти в Египет и вести Вениамин. Но он не может отдать, он не может согласиться, и фактически он ставит на чашу весов гибель всей семьи. Ему же говорят, что весь род Авраама вымрет. Что же ты себе думаешь? Как тяжело было ему на это, как бы вот, скажем, решиться. И разум затмен, и он еще вот такое благословение дает им на путь. И пошли в Египет, и предстали пред лица Иосифа. Иосиф, увидев между ним Вениамина, сказал начальнику дома своего, веди своих людей в дом и закалить что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мной будут есть эти люди в полдень. Кстати, обратите внимание, он выполняет свою работу. У него такое, как бы, скажем, серьезное мероприятие. Братья пришли, а он выполняет свою работу, и он на обед сходит с ними пообедать. Мы бы все забыли, какая там работа, у нас праздник, к нам вот, или еще что-либо. Вот. Вот что значит работа. И вот эта маленькая фраза, но она, за ней стоит вся его жизнь, весь его успех, вот, и духовная проницательность, и силы, и все, потому что у него все на своем месте. Вениамин и Иосиф, братья по плоти и по духу. Любовь Иосифа к Вениамину, Вениамину особое, потому что они родные братья по отцу и матери. Вы это знаете, от Рахили. Вениамин не участник предательства Иосифа. Он не связан с братьями ни фактом греха, ни его тайны. Он был маленьким мальчиком. Вот, может быть, два годика ему было там, но не больше трех лет был, потому что по подсчетам сейчас Вениамину 25 лет. Он не знает ничего, кроме той версии, которую озвучили братьев. То есть, он свободен, он не участник предательства, и он не знает тайны братьев. Между Иосифом и Вениамином нет пропасти беззакония. Они свободны для общения друг с другом, и все братья это хорошо знают. Все братья знают, что Вениамин не является участником их преступления. Кстати, нужно сказать, что вот это разделение в духе, с одной стороны, оно породило злобу братьев. Именно любовь Иакова, вот особая любовь к Вениамину и Иосифу. А с другой стороны, это как бы, вот это его нелюбовь, оно имело законы основания. Он чувствовал, естественно, что у него нет духовной общности со своими сыновьями. Но вопрос вот какой. Мог ли он решить проблему своей семьи? Мог ли он их восстановить, когда он так к ним относится? Конечно, не мог. И вот здесь какое чудесное Бог променяет правила. Когда не может отец, Господь берет одного из сыновей, который восполняет недостаток отца. Иосиф их так любит, что приводит к освящению и отца, и приводит к покаянию братьев. И сделал человек тот, то есть раб, как сказал Иосиф, и вел, значит, братья в дом Иосифа, и испугались они, что вели их в дом, и сказали, это за серебро, которое оказалось в мешках наших. Вели нас, чтобы придраться к нам, напасть на нас, и взять нас в рабство, нас в рабство и ослов наших. Ослов тоже сделают рабами. Что их волнует? Серебро. Их волнует серебро. То есть, вот Иосифа, план Иосифа работает. Их мысли вращаются вокруг серебра. Но только, знаете, когда человек невиновен, мы где-то подчеркивали эту мысль, когда человек подчеркивает, он всегда приводит доказательства того, что он там не был, и он невиновен. Но там, где он виновен, он об этом молчит. Вот он делает вид, вот я невиновен, я прочее. А бывает иногда, что вот смотришь на человека, и как бы просто ошибаешься. Он сделал не это дело, а сделал еще хужее дело. И вот по общей картине понятно, что он сделал это дело. Мы ему говорят, да нет, я честный, я там вот не был, я так не говорил там, вы что себе думаете, вы что на меня, так сказать. Вот такую роль как бы играют сейчас вот и братья. А Иосиф же это слышит, Иосиф видит, Иосиф понимает, и он осознанно посылает ему определенные сигналы. Нам не совсем понятна тактика его, вот что, как оно будет работать. Сейчас мы это увидим дальше. Но Иосиф проникает, вот как написано в слове, что Слово Божие проникает до разделения души и духа с составами мозгов и судит с помышлением и намерением сердечным. Вот так Иосиф, как бы скажем, своим обращением с братьями проникает до разделения души и духа. И они вот трясутся над этим серебром. Что теперь они говорят? И подошли они к начальнику дома Иосифа и стали говорить ему у дверей дома. Они еще не зашли, а уже говорят, сказали, послушай, господин наш, мы уже приходили прежде покупать пищу. И когда мы открыли мешки наши, вот серебро каждого отверстия и мешка его. И серебро наше по весу его мы возвращаем тебе своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. Во-первых, они трясутся от страха, потому что их в рабство заберут и осло рабами сделают. Во-вторых, как бы скажем, и они спешат наперед сказать, пока их не обвинили, спешат принести свое исповедание. Это очень хорошо. Но в самом главном вопросе они не спешат. Вот они уже понимают полдела, что нужно чужое отдать, незаслуженное, что ты взял, отдать, сказать, исповедоваться. Но вы же получили реальные деньги, вы получили 20 серебряников, вы их разделили между собой, то неважно, сколько много это или мало. Эти деньги тоже надо отдать, с ними тоже что-то нужно делать. Но это же отображает нашу жизнь. То, что забыто, то, что никто не знает, это нас не печет. Но когда мы оказались в какой-то ситуации, и вот тут они уже прямо никакого пастора не дожидаются, прямо у этого раба или у этого слуги на пороге дома, они прямо исповедуются. Вот как уже их припекло. Вот как они уже идут путем освящения. Братья боятся наказания за серебро, возвращенное в их мешки. Но при этом они считают, что серебро, полученное за продажу Иосифа, а серебро, полученное за продажу Иосифа, с закрытым вопросом. Потому что этого никто не знает. Вот это их волнует, А то, что никто не знает, это закрытый вопрос. Что о нем говорить? То, что сделали, то сделали, это никто не знает. И вот здесь мы приходим к выводу. Отсутствие справедливого самоосуждения не дает место исповеданию и покаянию. Отсутствие справедливого самоосуждения. То есть, ведь если вы сейчас возвращаете серебро, которое вам подбросили, потому что оно не ваше, это очень хорошо. Но это мерка для вашей морали. Это мерка для ваших поступков. Следовательно, вы должны вернуть и то серебро, которое вы получили незаконно за продажу Иосифа. То есть, Иосиф говорит им проповедь, говорит к их совести, говорит к их логике. Но здесь для нас очень большой вывод, очень важный вывод. Я уже говорил о дешевой благодати, когда говорят подними руку, помолись, скажи несколько слов, ты спасен, ура! А есть господство спасения или господство Христа. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. То есть, не просто во Христа, а веруй в Его как Господа, как повелителя, которому ты обещаешь добрую совесть. Мы говорим в формуле крещения служить в доброй совести, как Господу. Сегодняшнее современное христианство не принимает Христа как Господа, потому что их научили дешевой благодати. Помолился, руку поднял, к алтарю вышел, значит, что там, одежду переменил, где, в какой церкви, что требуется, подмарафетился и уже стал христианином. Так вот, отсутствие справедливого самоосуждения. Смотрите, что говорит Писание. То есть, откуда мы взяли вот этот термин самоосуждения? Это на самом деле евангельский термин. Если бы мы судили сами себя, то есть, если бы мы осуществляли самоосуждение, то не были бы судимы. Но поскольку мы этого не делаем, будучи судимы, мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Я еще хочу сказать вот про эти басни, которые говорят, что Бога не надо бояться. Бояться надо в том смысле, что бояться его горчить, и так далее. Да, Бога нужно бояться вот почему. Потому что, во-первых, спасение можно потерять, а во-вторых, потому что Бог наказывает, и это очень больно. А в-третьих, еще нужно бояться, чтобы не быть осужденными с миром. Так вот, это все учение дешевой благодати. Что значит самоосуждение? Все мы ходим, все мы падаем, все мы грешим. Писание учит нас, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Но что это значит исповедание своих грехов? Это не просто, вот вы знаете, братья и сестры, я там вот выпил, я, значит, там сблудил, или я там обозвал брата своего, я очень сожалею, я знаю, что ему больно, вот, и мы так рады, он на колени стал, Господи, прости меня, грешника, и мы такие довольны. А помните, как Закхей, Господи, приди ко мне в дом, обедай, значит, и он ему накрывает, прочее, и Господь молчит. И Закхей туда-сюда ходил, приседал, приседал, говорил, говорил, вот в совести ему говорит, ты сколько людей обидел? Ты понимаешь, это грех? Да, Господи, конечно, грех, прости мне грех. Да я тебе прощу, твой грех. А что нам делать с теми людьми, которые ты обидел? Ты хочешь остаться с этими деньгами, снять со своей души тяжесть, и я должен участвовать в этой твоей хитрости? И он понял, что другого спасения нет. Он тогда говорит, Господи, кого обидел, воздам четверо. То есть, он начинает себя осуждать, он начинает оценивать свои грехи, он начинает понимать, что он другим сделал очень больно. И говорит, воздам в четверо. А еще вдобавок, половина имения раздам нищим. То есть, вот это есть самоосуждение. Человек осмысливает свой поступок. И он судит сам себя. И вот это-то он должен и исповедовать. Но в настоящее время исповедание, под словом исповедание, подразумевает просто признание. Мы такие довольны, а человек приспособился, вообще это нормальная вещь. Конечно, гордому признаться, что он был неправ, это очень тяжело. А тут человек сломал себе гордость, Господи, прости, братья и сестры, простите, и мы, ура, все нормально, человек спасенный. Отсутствие справедливого самоосуждения не дает места ни настоящему исповеданию, ни покаянию, и не устраняется грех. И что у нас получается? Мы исповедуемся, или нам исповедуются, просят прощения, мы говорим, но нет восстановления. Нет восстановления в человеке, нет освобождения от этого греха, нет радости, нет восстановленных отношений, нет доверия. При откровенных разговорах мы все равно возвращаемся к этой теме, мы все равно возвращаемся к этому серебру, потому что мы на самом деле говорили о всем другом серебре. Они говорят об одном серебре, но они не тронули тот корень, то есть они не согласны судить сами себя. Должно быть самоосуждение. Если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Если бы было осуждение, это была бы точка. То есть мы говорили о том, что Господь умер за нас заместительной смертью. Когда мы сами себя осуждаем на смерть, то есть признаем виновными наказание смертью, только тогда Господь может предложить заместительную смерть. А если мы живые, мы только просто плохо поступили, мы кого-то ранили, но ничего, это не так страшно. Вот и все прочее. То есть если мы не признаем себя достойными смерти, то не действует заместительная смерть Господа. Просто это все поверхностные вещи, нет глубинного освещения и нет глубинного действия. Вот мы видим здесь, они уже сколько плачут, они уже сколько сожалеют, друг друга упрекают, но то серебро они, так сказать, придерживают. А, значит, этот начальник то им отвечает в отношении, они ему исповедуются за это серебро. А он им говорит, будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло, значит, вот до меня. Какой-то вот непонятный ответ. То есть понимаете, как вот Бог вам дал и радуетесь, а они совсем не радуются. Им не жалко даже, что он им руки сжет. Они никак не могут понять, что же этим... А он им еще про Бога говорит. Кстати, верующий раб. Вот здесь можно поставить бонус, как говорят этому Иосифу. Вы посмотрите, какое богопознание. Бог ваш, Бог отца вашего дал вам клад. Будьте спокойны, ребятки. Вы честные, хорошие. Ну, нормально. Чего вам бояться? И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей, сих в дом Иосифов, дал им воды, они омыли ноги и дал корму ослам их. Без самоосуждения, исповедания и покаяния вопросы греха не снимаются. Это то, что чуть-чуть я раньше сказал. Раз нет самоосуждения, это самого главного вопроса. Раз нет приговора. То есть нет справедливой оценки своим поступком. И, соответственно, нет справедливого исповедания и признания. Если это между мужем и женой, если это между друзьями. То есть, когда вот этот корень скрывается в церкви, неважно где, когда этот корень скрывается и вроде бы исповедание совершается, но нет приговора, что да, я виноват, я достоинство, я сделал это. И это означает то-то и то-то и то-то. Что получается? При любом подобном действии мы начинаем объяснять, «Ну, это же вот это!» А человек снова это отвергает. То есть никак вот этот грех нельзя похоронить. Никак этого ветхого человека нельзя отправить на крест, а потому что он не умер. Потому что ему не вынесен смертный приговор. Под страхом обвинения в воровстве братья спешат рассказать о серебре, которое нашли в своих мешках. Но они не в состоянии понять обличительную работу Бога, который ведет их к очищению от тайны серебра за предательство братьев. Начальник дома Иосифа возвращает их мысли к Богу, у которого суд и милость. То есть даже начальник здесь работает на этот план Божий и план Иосифа, чтобы они вскрыли свою тайну. Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш, и Бог отца вашего дал вам клад. Будьте богатые. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой после работы, и они принесли им в дом дары, которые были, и поклонились ему на земле. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Отвергая сновидение Иосифа, братья фактически отвергли волю Божию в управлении их родом. То есть, когда Господь послал им, Иосифу, сон, Господь открывал сон Иосифу и братьям. И Господь показывал, что давал знак на Иосифа, что вот он, как бы скажем, вот ему принадлежит, вот Бог избрал его, непонятно было для чего, сейчас это понятно. Бог избрал, поставил в Египте с тем, чтобы он спас свою семью. Но они не понимают планов Бога. А кто понимает планы Бога? Мы оцениваем вот внешние обстоятельства. Ты что там вылез? А подумаешь, там пастор не в тот забор въехал там, или наставник еще куда-то. И такие довольные, что мы можем раскритиковать, унизить там вот и того подобное, потому что как бы все свободны и все прочее. они как бы правильно действовали. Надо было дергнуть на того мальчишку. Но на самом деле, отвергая сновидение, они фактически отвергли волю Божию в управлении их родом. Все, они стали Богопротивниками. Продав Иосифа в Египет, они сделали противники Бога в осуществлении его планов. Никакой человек не может остановить Божьи намерения. Пришло время, и вот братья, считая за счастье, поклониться египетскому начальнику, не переставая говорить, что они и их отец его рабы. Посмотрите на них. Они постоянно это будут говорить. Мы задаем себе вопрос. Не лучше ли познавать волю Господа и, смиряя свою гордыню, принимать его планы добровольно, чем потом, под страхом вины и смерти, делать то, что когда-то отвергали? Раньше или позже придет прозрение, пройдет обновление, вот все. Мы будем делать вид, что мы так не говорили, что вот так мы не думали. Но, может быть, эта история научит нас поступать разумно, понимая, что у Бога планы, которые нами не могут осознаваться, не могут пониматься. И есть определенные, как я уже говорил, ценности, есть определенные стандартные отношения к отцу, к матери, к бабушке, к дедушке, к жене, к мужу, к пастору, к наставнику. Просто поступать правильно. В соответствии вот с божественными стандартами. Тогда мы не будем становиться богопротивниками. Здоров ли ваш отец? То есть Иосиф спрашивает, здоров ли ваш отец, старец, о котором вы говорили, жив ли он еще? Они сказали, здоров, обратите внимание, раб твой. Отец наш еще жив. И преклонились они, и поклонились. То есть, отец тоже раб твой. Помните, отец говорил, неужели и отец, и мать поклонятся тебе? И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына, матери своей, и сказал, да будет милость Божия, с тобой сын мой. И поспешно удалился, потому что вскипела любовь к брату его. Но нам нужно много времени, чтобы это осознать. Он 20 лет один. Вот у него братья-предатели, для него не чужие люди, он работает на их восстановление. Вениамин, вот он был мальчик, которого он любил, это был ребенок, которого он носил. Это невинные. Их ничего не делит. И ему так хочется обнять Вениамина. Он среди чужого народа. Он не ассимилировался с этим народом. Он остается евреем, он остается преданным, он работает с Богом, и, как бы, скажем, исполняет служение. Ну, это 20 лет прошло. И вот он видит Вениамина, любовь вскипела, вот, и он ушел. И он готов был заплакать, и вошел во внутреннюю комнату и плакал там. И умыл лицо свое, вышел, скрепился и сказал, подайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтяна, обедавшим с ним особо. Ибо египтяне не могут есть все время, потому что это была мерзость. То есть, три, как бы, было разграничения. Иосиф вот встал, значит, вот посередине, значит, не, он не может есть с братьями, потому что для египтян это, как бы, мерзость. Вот. Ну, и он отделился уже от египтян, то есть, он находится посередине. Здесь стоит заметить, вот, человечность его. Он устал, он плачет, он любит, и при этом он борется за своих братьев. Иосиф не может открыться братьям. То есть, все-таки, Иосиф, ну, что ты мучаешься? Я думаю, что, вот, мне эта история вообще была трудноватая, вот, и раньше. Я не мог осознать вот этот смысл всех этих. Ну, что их мучить? И вот, больше углубляясь, я вдруг понимаю. Иосиф не может открыться братьям. Слишком большое преступление разрушило их родство. Слишком большое преступление. Внезапное открытие может сломать в них волю к восстановлению братства. Вот, представьте себе, он говорит, я Иосиф, вот, брат ваш, который вы продали. Могут ли они сейчас, как бы, скажем, скачать, брат наш, мы любим тебя? Нет. Это может просто их испугать настолько, да, они падут вниз, потому что они и так прибиты от страха. и, то есть, прежде чем делать эту операцию, должна быть реанимация, должны быть восстановлены какие-то их духовные силы, пробуждена совесть. То есть, это должно быть постепенно. Иосиф это осознает, и поэтому он долго, он не может, потому что они умрут. Кстати, мне, когда я пришел в ссылку, мне дали 20 дней отпуска. Это долгая история. После пяти лет заключения, вот, когда, значит, я этапом шел, то, там, в Хабаровске КГБ выняло свою часть дела. Вот. И в милицию, когда, значит, дело пришло, просто как на обыкновенное зэко. А я сам-то его не понимаю, пришел, говорю, вы отпустите меня в отпуск. Я пять лет отсидел, уже вот пять с половиной, отпустите его. Он говорит, а что бы нет? Звонит начальнику, как он работает? Да, говорит, а как может работать человек, который не пьет? Нормально. Оно дело. Открываю дело, а там, значит, там ничего нету, потому что был специальный пакет инструкции, как со мной, как бы, скажем, обращаться. И мне дают 20 дней отпуска. Я не сообщаю родным. Приезжаю. И потом, значит, когда я уже еду на такси домой, у меня мысль, что если я сейчас зайду домой, то мама моя может умереть. Ну, вдруг, представьте себе, на 10 лет ссылки за 10 тысяч километров находится, и вдруг Женя является. И я через Зерновой проезжаю, а мы жили вот как бы вот там возле линии наводной. Тетя моя родная. Ну, я останавливаю машину, и она, тетя все-таки, знаете, не та, как мама. И я ее в машину, я ей объясняю дело, и она, значит, заходит домой, к маме, и говорит, «Слушай, Лида, ты бы хотела Женю увидеть?» А та, «Что?» «Ну, Женю, ты бы хотел увидеть?» А мама сразу, «Где он?» «Где он?» А та, значит, «Где он, скажи мне?» И выбегает она, сына уже как бы, вот, понял. Мама моя не умерла от радости, все живые были. То есть, ну, это вот известное такое потрясение, человек может не выдержать. Вот здесь, здесь намного больше, они были виновными. Иосиф это понимает. Они не готовыми, он просто может потерять момент. Иосиф со своей стороны различными действиями приводит братьев к осознанию истины, во всем, любой истины. К самоосуждению, к исповеданию, к покаянию, какой ущерб они сделали. То есть, происходит восстановление их отношений с Богом. Он дает время и возможность к самоосуждению, исповеданию и покаянию. И я вот здесь, естественно, написал пример цыпленка. Вот, кто наблюдал за цыплятами, когда они вылупливают такие яйца, их там вот греют. И когда этот цыпленочек уже вырос, созрел к определенному времени, он начинает из середины бить яичко, разламывать. И вот по мере того, как он сильный, он разламывает это яичко и делает это отверстие больше и больше и выскакивает оттуда. Но если ему помочь, он погибнет. Потому что вот по мере своих сил, то есть, вот когда он уже может бить эту шкарлупу, он уже и готов к этой жизни. А здесь можно не угадать и, как бы, скажем, этот цыпленок не выживает. Вот нечто происходит, естественный процесс рождения души. Вот здесь, посмотрите, Иосиф не действует по-плоцки. Он же любит. Вот Яков совсем другой. Не отпущу. Я люблю, и все, вы как хотите в себе умирать голодной смертью. Здесь вот что значит, человек прошел школу, серьезную школу, и он действует вот строго по духу с тем, чтобы спасти своих братьев. А я дал ссылку из Откровения, я дал ей время покаяться. Так вот, Иосиф дает время и возможность к покаянию своим братьям. И еле они перед ним первородные по первородству и младшие по молодости его, и дивились люди друг перед другом и посылались им кушанья от него, и доля Вениамина была в пятеро больше, доли каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним. Опять едят, пьют, и доля эта. Мы ничего опять не поймем. Братья, значит, Писание говорит, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То есть, вот восстановительный процесс, обратите внимание, как он должен происходить. Во-первых, это надо долго терпеть грешника, непослушного, и во-вторых, вот это должно быть с назиданием, не тюкать по голове, а ну-ка, что это там, и как. То есть, это должно быть с назиданием, то есть, человеку нужно объяснять, и его нужно терпеть. Это в Новом Завете говорится. Вот то же самое делает Иосиф. Братья удивляются, что они посажены перед Иосифом соответственно своему возрасту и правородству. У них начинает работать мысль. Кто же знает, как они родились? Но это же прямая подсказка, что он знает, понимаете? Вот он, он приводит их к мысли, что это он, они должны его узнать, вот, и узнавать, не признаваться, а готовиться к этому. Вот медленно он им посылает эти знаки. И еще более загадочный знак был в почтении Вениамина. Его доля была в пятеро больше доли каждого из них. И не потому, что он остался голодными. Смотрите, что здесь написано. Они пили, ели, то есть долго. А здесь просто подчеркнуто, что доля Вениамина больше. Иосиф обличает братьев и приводит к осознанию греха, к покаянию с большой любовью и долготерпением. Когда они поймут, что перед ними брат Иосиф, их черствия сердца будут готовы к глубокому раскаянию и восстановлению кровного родства и духовного роста. Последняя мысль в заключении нашего апостола Павла говорит о себе. Мы могли явиться с важностью как апостолы Христовы, но были среди вас тихие, подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днём работает, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Вот это невзрыв иммунализации, где человека за пять минут или за десять минут обращают к Богу. День и ночь работали вот сами, чтобы не отяготить, проповедовали славу Богу, как кормилица, восхотели передать не только благовестие, но и души наши. Вот как строились церкви совершается евангелизация. Вот как совершается духовное попечительство. И мы вот здесь в образе Иосифа, во-первых, понимаем, что он отображает Христа, и образ евангелиста, образ духовного человека, который, занимая великий пост, борется за своих братьев с любовью, с терпением, под водительством Духа Святого, и мы знаем, что он этой победы достиг. Слава Богу за то, что он оставил нам примеры, остановка за нами. Аминь.